приехала вот в этот чудный паб хотела с вами зайти посидеть он такой тоже знаете чисто английский колоритный но смотрите что я здесь вижу я показывала вам этот дом но я проходила мимо не объясняла сейчас объясняю посмотри место как вы видите здесь вокруг просто сказочная год схил это одно из красивейших тоже мест на вас как вы сами можете убедиться и чего тут только нет и коттеджи соломенными крышами фантастические и просто красивейшие дома вокруг и вот это вот model village видите вот там такой музей по конечно же вот этот великолепный парк с фонтанами с беседками с красивейшими какими-то галереями открыт он 1910 году всем привет друзья как вы поняли из моей коротенькой заставки я вас привезла в город год схил божий холм мы здесь с вами гуляли уже но сегодня помимо шикарных видов и красивейшего места по которому мы погуляем 2 я хочу вам рассказать историю продолжение о том что происходит с моей покупкой квартиры я немножко вам об этом говорила но сейчас вот целое видео я вам об этом буду рассказывать и так давайте смотреть и слушать усаживайтесь поудобней поехали со мной здесь наверное уже гуляли но я думаю что все равно каждый раз это смотрится по новому и по разному но еще к тому же вы знаете ведь много у меня уже новых подписчиков сегодня я вам кое-что расскажу но вот вы знаете иногда конечно хочется и то и сё и показывать и рассказывать отвлекаюсь тоже люди недовольны но вы знаете как говорит совсем не угодишь большой открытый павильон кафе здесь было идите закрыто здесь опять хотя машина снуют и автобусы ходят наши огромные двухэтажные автобусы сейчас практически пустые они так-то полупустые ездят потому что не так и много у нас людей но сейчас и тем более автобусы практически пустые посмотрите если вам было видно поехал пустой автобус одна женщина сидит наверху я хочу сегодня вам рассказать что случилось у меня какие у меня новости по поводу покупки продажи моей квартиры и поиску для себя какого-то жилья мы с вами этим долго долго занимались вместе с вами я ходила смотрела эти квартиры которые мне предлагали все жилье и вы видели какие там были убогие малюсенькие эти квартирки и вот мы порешили на том вернее я порешила на том что я свои поиски приостанавливаю потому что как оказалось время я выбрала неудачное ой как здесь идти неудобно посмотрите что творится ой какие красивые и здесь уже украшения какая красота на рождество видите как люди красиво украсили свою дверь сейчас даже отойду сторону вам покажу перешла на другую сторону показываю вам этот старинный коттедж опять но вы знаете вот судя по тому как какие у него красивые дорогие украшения на двери входной то там наверное живет довольно обеспеченная семья английская так вот время я выбрала очень неудачная для покупки и поиска жилья потому что как оказалось что именно вот этот период июнь июль и даже август это были завышены цены самые самые высокие цены оказались вот именно вот в это время на квартиры когда я ездила и когда я смотрела и вам показывала я еще тогда удивлялась что вы представляете что творится я говорю и орут эти вороны я замолчала и они замолчали перекрикивали просто меня так вот что я говорила вороны замолчите я вас умоляю вы меня сбивайте так вот оказалось я была права что эти квартиры которые вам показывала малюсенькие убогие они буквально наверное год или два года назад до вот этого вот локдауна они стоили 80 85 90 вот так а потом они стали мне предлагаться за 100 за 115 за 120 но вы видели да и поэтому естественно я оказалась к таким ценам не готова я была просто ошарашена я вам рассказываю на самом деле то что получилось у меня так вот значит как вы знаете те кто следил мою квартиру купили в апреле месяце я сейчас вам расскажу эту историю более подробно возможно выпад забыли возможно кто-то был не в курсе поэтому начну рассказывать самого начала моя квартира стояла но на продаже а почему потому что решила посмотреть во первых как смогу ли я ее продать как говорится за испыток здесь денег не берут а поэтому эту квартиру мою выставили на продажу она была выставлена за сто пятнадцать тысяч сто пятнадцать тысяч фунтов но вы знаете получилось так что она не покупалась ходили смотрели но смотрели не так и часто скажу я вам потому что потом когда мне показали отчет моё агентство по продаже то там у них в отчете значилось что всего лишь навсего приходили посмотреть 45 человек мою квартиру поэтому я не могу сказать что много ли это или мало я понятия не имею я сказала что я никуда не тороплюсь как продастся если кто-то желающий найдется кто хочет ее купить то давайте тогда будем и смотреть ну вот на этом мы и порешили и потом когда начался вот этот вот локдаун по коронавирусу странным образом 27 апреля как выяснилось мою квартиру купил молодой человек молодой ему 31 год но достаточно молодой как вы понимаете он одинокий он впервые решил купить квартиру отделиться от родителей а вообще он моряк по профессии и он ходит постоянно куда-то в рейсы в дальние на 6 месяцев а то и больше это уже как потом мне рассказали он ко мне приходил вы знаете но я его даже точно и не помню я помню я помню вроде такой с рюкзачком худенький такой знаете скромненький такой он даже мне не сказал самое смешное что что он согласен мою квартиру купить он пришел посмотрел и ушел как многие вот эти вот из 45 человек и потом вот это было я говорю 27 апреля когда он решил купить мою квартиру после просмотра а это уже по моему был у нас я уже сейчас точно не помню а нет он даже смотрел он посмотрел мою квартиру это было в марте и по моему тогда еще не было локдауна не было вот этого вот закрытого периода коронавируса он в общем квартиру мою посмотрел и сделал предложение вот этому агентству что он эту квартиру покупает это случилось 27 апреля они мне ничего не сообщили они сидели как говорится на попе ровно вот эти вот риэлторы в агентстве и они мне сказали о том что моя квартира продана только когда я сама залезла на их сайт и на сайт райт мув в котором продают квартиры и я увидела что там висит эта самая пометка что моя квартира продана sold написано я поразилась что происходит я и знать не знаю что она продана моя квартира я им стала звонить и вот только тогда когда я сама на них вышла это было начало июля уже они согласились что да да ваша квартира вот продана и продали они ее со мной не согласовав цену это вообще конечно для меня такой странный случай и даже какой-то знаете за гранью понимания опять ну вот девушка молоденькая которую я уже я не знала я свою квартиру когда решила выставить на продажу тогда со мной работал мужчина саймон его зовут помню он сидел там тоже в этом агентстве но он почему-то уже ко мне не подошел а вот это вот девушка молоденькая менеджер она мне сказала что да вашу квартиру мы продали мы ее продали за 110 тысяч а я говорю так вот во первых у меня к вам сразу два вопроса во первых почему вы не сообщили до сих пор прошло уже два месяца в конце апреля вы ее продали май и июнь и вот сейчас на два с половиной месяца короче прошло я говорю почему же вы мне-то не сообщили не поставили меня в известность и второй вопрос у меня а почему вы ее продали на 5000 дешевле я ее хотела продать за 115 ничего не согласовали вы со мной как это так но она сказала что вот он предложил и вроде бы как мы вам посылали емейл там она начала но знаете у меня ничего не теряется я даже потом когда вернулась из этого агентства я специально зашла в свой почтовый ящик я специально все посмотрела даже в спаме посмотрела и в корзине посмотрела бывает конечно что письма попадают в спам странным образом я все это посмотрела в то время начиная с апреля месяца ничего они мне не написали это агентство странное дело они решили за меня что-то не мою квартиру снизили цену на 5000 продали а вот ну короче ладно я так этому удивилась но думаю все таки вроде как и ничего вот мужчина решил купить он назвал свою цену и мы решили что вы будете согласны мы вам и раньше хотели предложить чтобы эту цену снизили ну ладно думаю я не буду я тут с ними чем не господи тут ссориться с ними спорить зачем это кому это нужно и ничего это все равно не даст я согласилась единственное что я конечно тогда удивилась поразилась что два месяца то уже потеряно я могла бы искать эту квартиру начиная с апреля я узнала говорю же вам только в июле но вот я вот это вот срочно схватилась искать подключилась сама подключила вас всех бегала как ошпаренная мне тут многие взялись помогать всем всем я хочу сказать огромное спасибо моим друзьям моим знакомым хорошим которые вместе со мной искали мне квартиру делали какие-то предложения присылали мне очень много там по разным местам я даже хотела поехать вот к людмиле туда на север англии но ничего не получилось опять же из-за вот этого вот жуткого локдауна из-за того что у нас автобусы ходили очень плохо ходили редко пришлось мне потыкаться потыкаться и так сказать я удивилась на то что мы с вами посмотрели в то время на цены и на то что предлагается я поняла что абсолютно не вовремя начала я смотреть эти все дела и и не вовремя получилось так что я связалась с вот этой вот продажей и с переездом тут конечно я хочу еще раз пояснить может быть опять мой мой рассказ будет не для всех понятен почему то это вдруг я решила вот продавать и чего это вдруг я решила переезжать но потому что у меня эта мысль была уже давно она поселилась в моей голове еще наверное пять назад вот когда умер мой муж я решила что здесь на острове меня уже ничего не держит и то что здесь мне показалось уже все как-то скучно как англичане говорят бродом скукота найти к найти работу не представляется возможным ну в общем много тут всяких сложностей единственное хорошо то что я же говорю что здесь вот эти все красоты свежий воздух лес и побережья кругом и и виды вот эти шикарные конечно тишина все это плюс но минус тот что нужно было мне на что-то жить и нужно было мне находить работу и вот это наверное было главное ну и потом я все таки хотела расширить круг своих знакомых круг друзей я хотела больше общения я человек очень общительный для меня вот сложно на самом деле жить в таком закрытом пространстве в заперти я стала чувствовать что что-то тут не то и вот так так оно и получилось понимаете не сказать что я прям очень хотела и стремилась я понимала что это сложно но тем не менее мысли меня такие посещали и когда казалось что квартиру мою продали я решила значит это судьба значит так тому и быть как оно идет так пусть и идет вот вкратце вам объяснила да ситуацию хотя по идее ничего особенно тут меня не тревожило единственное конечно еще что то что в квартире в моей нет отопления короче в моей квартире бойлерного отопления не было и было холодно и наверное вот это самое главное когда я стала узнавать как можно сделать мне это отопление в моей квартире поставить бойлер как это возможно или нет мне во первых назвали огромную сумму семь с половиной тысяч фунтов и это сумма была обозначена но это не еще не тут не значит что она конечная чаще всего что они потом говорят что они вышли из этой суммы из этой сметы и цена возрастает еще больше ну семь с половиной тысяч это семьсот пятьдесят тысяч рублей вот так если переводить на русские деньги сегодняшним курсом то есть это огромная сумма денег поэтому я не согласилась потом я решила что может быть обойдусь какими-то своими вот этими вот каминами которые у меня газовые может быть обойдусь просто электрическими обогревателями ну вот так отвлеклась карабкалась в гору отключила камеру но я продолжаю свой рассказ может быть конечно я уже завернула слишком далеко в подробности но вот у меня вот такое повествование оно начинает цепляться одно за одно и уводит меня все дальше от темы значит я не нашла себе квартиру я решила так что откладываю я это все на время что сейчас уже вроде как приостановлено на зиму все эти продажи и я сообщила своему агентству говорю вот у меня вот такое решение если сможет меня мой покупатель подождать то тогда и пусть я даже вы знаете не я заключила договор с юристом ни с каким с селиситером потому что я чувствовала что нужно сначала что-то найти а потом заключать договор зря деньги платить ни за что здесь они любят просто так деньги получать ну а я уже наученная горьким опытом я решила что я сначала найду себе какое-то жилье и потом сразу заключу договор на оформление своей продажей на оформление вот этой новой покупки так было возможно сделать ну и потом получилось что я была права я очень правильно поступила что я потеряла бы деньги если бы я заранее заключила договор с этими адвокатами меня тогда на тот момент уверили в агентстве в котором моя квартира была продана что мой покупатель он сейчас как раз находится в дальнем плавании и он согласен никаких проблем не будет что его тоже устраивает это все что он согласен ждать ну если согласен ждать то подумала я значит будем и ждать я говорю давайте тогда может быть мы возобновим в марте вот эти все дела поэтому вот такое устное соглашение у нас было и что вы думаете оказалось что спустя месяц после вот этого нашего устного соглашения вдруг они мне из агентства присылают письмо и пишут там что мой покупатель вот он вернулся из своего длительного путешествия своей вот этой вот морской как она называется командировка да и он думал что уже все продано что уже все в порядке оказывается тут конь не валялся и он очень расстроен и он очень недоволен и он сказал что сейчас он хочет тогда из-за того что он так долго ждал он хочет на десять тысяч снизить цену моей квартиры и вот они мне говорят что он теперь снижает цену хочет вам предложить сто тысяч фунтов и вот как вы согласны или нет ну и я вы знаете я так удивилась во первых во вторых я даже в общем то и была рада такому разрешению событий окончанию так сказать потому что я посмотрев на то какие цены предлагаются что купить я ничего не могу я еще сама хотела поднять цену на свое жилье а оказалось что он хочет снизить эту цену ну это и понятно хотим мы всегда продать подороже купить подешевле но не борзеть до такой степени что сразу на десять тысяч снижать эту цену и я как говорится абсолютно с легким сердцем я написала им ответ тут же говорю знаете что я недовольна была даже той ценой сто десять которую вы со мной не согласовав снизили а теперь еще получается что он недоволен ну тогда я тоже недовольна и до свидания мы расторгаем этот договор ну и вы знаете они же не торопятся там в агентстве я им написала прошло какое-то время по-моему недели две прошло или больше и вдруг я от них опять получаю письмо вот что это странно для меня мне пишет опять это моя девушка менеджер по продажам она пишет что она связалась с вот покупателем и вот она ему объяснила что он не прав что трудно найти такую цену за эту квартиру и в общем он согласился что он был не прав и сейчас он вам предлагает сто семь тысяч а вот все таки на три тысячи он хочет снизить эту цену чтобы себе возместить свои убытки я говорю уважаемая как ее там зовут пишу ей я же видите зашла на территорию этой церкви старинной поэтому и попала я на кладбище не удивляйтесь потому что вокруг английских церквей всегда старинное кладбище раньше это было так сейчас они уже давным-давно закрыты эти кладбища но тем не менее они присутствуют здесь как такой памятник старины я вам никогда кстати не говорила что в Англии кладбище они приравнены к каким-то архитектурным памятником старины вот как и они воспринимаются вот такие старинные кладбища они уже воспринимаются не как кладбище а просто как памятник старины английской поэтому мы можем их встретить что эти маленькие вот такие старинные кладбища они находятся прямо буквально рядом с жилыми домами и никто не парится что у них из окон вот такой вот вид на кладбище опять вот такое для вас отступление небольшое так вот переписка наша только через e-mail как вы понимаете через электронную почту мне пишет эта девушка я ей отвечаю я ответила что вы извините конечно спасибо за предложение новое на сто семь тысяч фунтов но я тоже не согласна теперь уже я не согласна даже вернуться к той цене которая была изначально нами согласована сто десять тысяч и я написала там понимаете я не могу доверять уже теперь вот такому человеку который может вот так легко менять свои пожелания он может так легко на десять тысяч сбрасывать цену а если бы я действительно уже здесь завязалась точно так же с этими всеми адвокатами если бы я отуратила деньги и вдруг вот такое заявление а надо сказать что по английским законам я не знаю кстати как по русским законам может быть то же самое но по английским законам в любой момент человек может отказаться от сделки в любой момент и ничего ему за это не бывает у нас в россии для таких вот дел чтобы люди не отказывались от сделки вы знаете есть такой момент когда берут задаток если человек решил покупать квартиру то он платит задаток какой-то и значит потом ну люди обычно не хотят терять задаток задаток там даже если пятьдесят тысяч то это большие деньги и обычно сделка не срывается а здесь таких задатков нет сам человек частное лицо он ничем не защищен как говорится вот это все для меня конечно тоже странно юристы вот эти адвокаты силиситеры они да они защищены потому что если они начинают работать они сразу вам подсовывают договор на то что они будут оформлять ваши документы покупли продажи квартиры и сразу же вы предварительно платите там ну чаще всего 300 фунтов они спрашивают но бывает что и до 500 фунтов должны давать им задаток если сделка срывается адвокаты остаются в шоколаде все остальные в пролете что друзья поживем увидим как говорится я вам рассказала те кто интересуется те кто спрашивает как и что у меня у меня все в порядке я продолжаю жить в своей квартире да и еще тут я хочу уточнить все таки вот то что я вам сказала что моя квартира была выставлена за 115 тысяч фунтов и она была выставлена на продажу не именно тогда когда начались вот эти вот дикие подъемы цен в период коронавируса а это была реальная цена но она и есть реальная цена на мою недвижимость поэтому понимаете я и говорю о том что я была не согласна с тем что мою квартиру продали дешевле поэтому вот так и получилось и поэтому я не думаю что что я смогу эту квартиру продать ниже чем 110 за 110 тысяч я ее продать смогу но я хочу все таки попытаться продать ее немножко дороже ну в общем опять же говорю поживем увидим всем кто дослушал до конца спасибо за ваше терпение а вот и показываю вам вот этот прекрасный вид с готсхилл готсхилл это божий холм в переводе на русский язык я поднялась на самый верх вот это вот церковь здесь сейчас у нас три часа и уже как вы видите идет опять закат солнца я уже было собралась уходить с этого холма и и я даже не подозревала что так как все у нас везде закрыто может быть открыта церквушка здесь и представляете мое удивление когда я подхожу и вижу что церковь та эта остается открытой боже как здорово вообще надо сказать что я в этой церкви уже с вами была видите ну единственное что могу вам показать это вот как как везде вот эти вот санитайзеры как они здесь называются для того чтобы вы дезинфицировали свои руки иногда мне пишут что я вот старое видео выкладываю когда я выкладываю старое видео то я всегда предупреждаю а это видео 22 ноября снято эта церковь тоже одна из очень старых и еще раз хочу вам показать тем кто не видел приближаюсь очень медленно слушайте даже жутко мне здесь потому что я здесь совершенно одна такое эхо раздается я говорю тихо но посмотрите к чему я опять подошла видите очень очень хочу чтобы вам не отсвечивала вот это вот картина лик Иисуса Христа на таком холсте посмотрите внимательно те кто те кто не видел эту картину снимаю с удовольствием и сама смотрю на нее с удовольствием хотела с другой стороны ближе подойти но здесь видите написано что подходить к ней нельзя близка к этой картине сейчас попробую еще с третьего с третьей стороны показать да нет вы знаете мне больше не удалось я показала как смогла близко и те кто не знает рассказываю вновь что эта картина ну она вот такая вот что говорят здесь Иисус Христос если он желает на вас посмотреть он на вас смотрит и вы видите его открытые глаза а если он не хочет вас видеть то глаза закрыты а вот когда я вам показывала он на вас смотрел или нет потому что странным образом он на меня она вот сейчас смотрит а когда я зашла он меня не видел не хотел меня видеть друзья у меня мороз по коже и волосы встали дымом как мне страшно я повернулась рассказывала вам и потом резко сюда повернулась и вот там вдалеке в углу выйдет фигура мне показалось что это кто-то живой там стоит и шевелится даже вообще ужасное дело а хотя здесь конечно столько всего интересного вот здесь захоронение еще одного рыцаря видите здесь надпись здесь смотрите смотрите жуткое дело здесь видите к сожалению закрыто но я с вами ходила до этого туда и показывала вам там еще захоронен рыцарь вот от алтаря с левой стороны но жутковатое место особенно когда нет здесь никого поэтому пойдемте-ка мы отсюда выйдем на свет спасибо за просмотр не забываем смотреть рекламу ставить лайки и писать ваши комментарии а на этом я желаю вам всего хорошего увидимся еще надеюсь что вы все живы здоровы желаю вам всем удачи любви и процветания всего-всего вам доброго пока-пока кстати друзья я показывала вам этот дом я проходила мимо не объясняла сейчас объясняю посмотрите это называется коала коттедж bed and breakfast то есть завтрак и постель и вот такие вот здесь предлагаются номера на картинках смотрится очень красиво видите здесь внизу номер телефона еще и даже нужно взять визиточку их можно взять визиточку как видим